Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. 334 белых воздушных шара белого цвета, как символ светлой памяти, обезвинно погибших в теракте. В Карачево-Черкесии вспоминали трагедию в Беслане. Жители новых российских регионов сделали свой выбор. Голосование за депутатов, баллотирующихся в законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Орден за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой Казбек Коков наградил председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтия Карачева-Черкесии Смейл Хаджибердиева. Локализация и ликвидация Чага-Ящера в Адыгихавльском районе состоялись межрегиональные учения с участием представителей ветеринарных служб ЮКО и СКО. Накануне в России вспоминали трагическую дату День солидарности в борьбе с терроризмом. Прошло 19 лет, как террористы захватили школу в Беслане. В селе Коста-Хитогорово у мемориала «Скорбящие матери» прошло мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии в Беслане. Собравшиеся почти лиминутой молчания погибших и возложили цветы к мемориалу. На траурном мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. «Кто право дал вершить людские судьбы и нежные сердца злой болью наполнять, еще вчера они учить пытались буквы, сегодня свой буквар уже не смогут дочитать». Это стихотворение ученицы среднеобщевразовательной школы села Коста-Хитогорово Зарина Дзанаевой еще раз напомнило всем собравшимся про эту ужасную трагедию, унесшую жизнь 334 человек, без вина погибших в теракте в школе Беслана. Собравшиеся отмечали, что в этом мире нет оправдания терроризму, и тем более по отношению к детям. В траурном мероприятии приняли участие представители власти, общественности и духовенства республики. Каждый из участников выражал слова скорби по погибшим и солидарность в противостоянии главной угрозе современности – терроризму. «Эти страшные три дня забыть невозможно, как невозможно забыть плачущих женщин, испуганных и раненых детей, круглосуточное напряженное ожидание. Вечным напоминанием о жестокости той трагедии является город ангелов, где похоронены погибшие дети и жители Беслана, и аллея героев на Николо-Архангельском кладбище, где покоятся спасавшие детей сотрудники Альфы и Вымпела». Это настоящее преступление в отношении самых беззащитных представителей нашего общества. «И каждый из нас не забудет этот трагический день в истории нашей страны», отметил глава села Кастахи-Тогорова Арсен Каргинов. «Террористы, осуществившие захват заложников Беслани, Северной Осетии, посигнули на самое святое, что есть в нашей жизни – это дети. Совершились самые циничные бесчеловечные преступления. Вечная память жертвам, героям, отдавшим свою жизнь при исполнении служебного долга и низкий поклон защитникам, которые стоят на страже нашего с вами мира и покоя». После школьники выпустили в небо 334 воздушных шара белого цвета, как символ светлой памяти обезвинно погибших в теракте. «Каждый из нас должен помнить об этой трагедии, чтобы никогда подобное больше не повторилось», отметили школьники. «На такие даты нужно помнить, чтобы подобные случаи больше не повторялись во второй раз и чтобы люди были бдительнее и внимательнее». «Пострадали невинные люди, дети, женщины, старики. И мы не вправе забывать об этом». После участники траурного мероприятия возложили цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане. Альхан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. 10 сентября, в единый день голосования, в Карачаево-Черкесии состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. Жители новых российских регионов, временно находящиеся на территории нашей республики, выбирают депутатов, которые баллотируются в законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование в республике началось 1 сентября и сегодня завершающий день. Репортаж Артур МХЦ. Стартовавшие в первый день осени голосования по партийным спискам законодательные органы новых российских регионов на территории Карачаево-Черкесии организовали в полном соответствии с законодательством. Жители Донбасса, Луганской республики, а также Херсонской и Запорожской областей могли самостоятельно выбрать способ волеизъявления. Одни приходили в помещение экстерриториального избирательного участка в Черкесске, другие заполняли бюллетени на дому. За период с пятницы по воскресенье члены комиссии и наблюдатели исколесили по районам республики не одну сотню километров, посетив все населённые пункты, где проживают пожелавшие проголосовать граждане. Мы выезжаем по таким заявлениям и организуем голосование на дому. Мы привозим с собой наглядную агитацию, определяем место для тайного голосования. Избиратель подходит, показывает свое удостоверение личности, это паспорт. Мы его вносим в списки и выдаём бюллетень. После того, как избиратель ознакомился с имеющимися вариантами, он подходит к оборудованному здесь же месту для тайного голосования, делает свой выбор и опускает бюллетень в опечатанный переносной ящик. По словам опрошенных нами людей, им такой способ для волиизъявления пришёлся по душе. Я решила принять участие в голосовании и выбрала на своё усмотрение, для того, чтобы эта партия делала для жизни людей лучше. Каждый человек выбирает, принимать ему участие или не принимать. Я, например, решила проголосовать. Это за лучшее наше будущее, за лучшее детей. Хоть мы и находимся далеко от дома, спасибо всем, кто приехал, нам помог проголосовать, чтобы для Луганской народной республики всё наладилось, жизнь в родном крае отстроилась. Так, километр за километром представители экстерриториального избирательного участка смогли охватить все населённые пункты Карачао-Черкесии, где в настоящее время проживают люди, изъявившие желание проголосовать на выборах в законодательные органы власти своих территорий. После закрытия участка итоги будут подведены и переданы в новые российские регионы. Артур Махцелек Махожев, Вести, Карачао-Черкесия. Выездные голосования также прошли в станице Зеленчукска, Сжигуте и Дружбе. Находясь вдали от родных мест, жители новых регионов могут воспользоваться возможностью сделать свой выбор на расстоянии. Этот вид голосования в полной мере даёт возможность реализовать своё избирательное право гражданам Российской Федерации, в какой бы точке страны они ни находились. Стоит отметить, что для избирателей это не просто голосование за кандидатов, а голосование за благополучие своего родного дома. Мы очень рады, что у нас там теперь Россия. И мы очень надеемся, что кого мы выберем, тот наведёт быстрее после такой блокады порядок. И хочется вернуться всё равно в свой город родной. Я думаю, каждый человек должен проявить свою гражданскую позицию, не быть безразличным к региону, чтобы все люди участвовали, принимали в жизни, всё созидали, помогали, вот даже те, которые лидеры идут на предвыборную кампанию, чтобы они понимали, что их люди поддерживают, люди небезразличные, чтобы страна и регионы всё улучшали свою жизнь. Нареканий нету, всё произошло, всё нормально, всё хорошо. Я проголосовала, нормально всё. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Северных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днём 26-28 градусов тепла. В Нальчике в рамках празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков наградил председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтия Карачева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиева. Высшие государственные награды орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. Награда была вручена за значительный вклад в развитие духовных и культурных связей и активную просветительскую деятельность. Исмаил Хаджи Бердиев на протяжении многих лет вносит большой вклад в развитие духовных связей не только в нашей республике, но и по всему Кавказу. И полученный орден тому доказательство. Муфтий неоднократно был отмечен многочисленными наградами за заслуги, связанные с развитием государственности, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами и конфессиями на территории Северного Кавказа. Он активно возрождает ценности традиционного ислама и укрепляет духовность, способствует нравственному воспитанию подрастающего поколения. Ранее высшую государственную награду орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией муфтию вручил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В Адыгехабльском районе состоялись межрегиональные учения с участием представителей ветеринарных служб Краснодарского и Ставропольского края, Адыгеи, Чеченской республики, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии по локализации и ликвидации условного эпизоотического очага ящура. По легенде, был введен карантин на условной территории. В ходе учений последовательно сымитирован порядок необходимых ветеринарных действий. Особое внимание было уделено системе оперативного оповещения определению границ очага о работе ветеринарных постов на выездах из населенного пункта. В рамках улучшения системы ветеринарной безопасности достигнуты поставленные цели учений совершенствования системы управления силами и средствами ветеринарной службы Карачаева-Черкесии во взаимодействии с представителями Северо-Кавказского региона Межрегионального управления Россельхознадзора, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, регионального ФСБ, МЧС и МВД при организации и проведении мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического ящура. Спортивные вести. Все болельщики и любители футбола приглашаются на матч, который состоится завтра в 18.00 на стадионе Нарт. Футбольный клуб Нарт принимает у себя дома команду Владик Кавказ из Северной Осетии. Состоится заключительный матч первого этапа чемпионата ЮФО и СКФО. Вход свободный, поддержка фанатов в команде необходима. Нартовцы обещают показать зрелищный футбол. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская. Холод. Часть первая». Я прощаюсь с вами. До встречи. Детям России лучшее образование в мире. Мы предлагаем отменить ЕГЭ и ОГЭ в школах, повысить заработные платы учителям и воспитателям детских садов, принимать на бесплатной основе студентов в технические вузы России на конкурсной основе. 10 сентября. Приходите на избирательные участки и сделайте свой правильный выбор. Свой дом в каждой российской семье. Мы предлагаем принять народную программу, в рамках которой каждая российская семья может получить ипотечный кредит по ставке не более 5% годовых. Распространить правила предоставления военной ипотеки на сотрудников Росгвардии и МВД, принимающих участие в специально военной операции. 10 сентября. Приходите на выборы и сделайте свой правильный выбор. Стране нужны творчество и развитие, а не репрессии и застой. Мы за безусловную ценность человеческой жизни, поэтому мы выбираем мир. Порой кажется, что впереди нет просвета, но самый темный час именно перед рассветом. Вам говорят, что выбора нет, а выбор есть. И если вы гражданин своей страны, сделайте такой выбор. Голос за яблоко – это голос за мир и свободу. Добрый день. Меня зовут Султан Узденов. Я являюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы от Карачаева-Черкесии. Я считаю важным обеспечить активное участие молодежи в социально значимых делах. Новые рабочие места и способы самореализации для молодежи именно в родном регионе позволят им внести свой вклад в разные сферы общественной жизни. Мы также придаем огромное значение патриотическому воспитанию и уважению к старшему поколению. Их мудрость делает нас теми, кто мы есть. Уважаемые земляки! В трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуй за кандидата от КПРФ. Вы голосуете за свое светлое будущее. Вместе мы победим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok